Важный социальный объект восстанавливается в пролетарском районе Твери. Речь о душевом павильоне на улице Бобкова. Благодаря средствам, выделенным из депутатского фонда, там проведены первоочередные работы и уже намечены планы по дальнейшему развитию. Этим домам на улице Буденного уже около ста лет. Добротные, казалось бы, строения с самого начала имели один недостаток. Отсутствие горячего водоснабжения. Поэтому с советских времен располагающийся неподалеку душевой павильон на Бобково-5 выручал многих окрестных жителей. И они очень огорчились, когда объект из-за плохого состояния закрылся два года назад. Ситуацию взяли под контроль парламентарии Тверской городской думы. Они перенаправили часть средств из своих депутатских фондов. Огромное благодарность депутатам Дмитриеву, Игнатькову, Ануфриеву, Нечаеву. То есть люди снимают деньги со своих округов и вкладывают именно в этот душевой павильон. Иначе бы он не работал. Вначале сделали теплоузел, подали сюда воду. Сейчас поэтапно, как вы видите, мы начинаем заниматься внутренней отделкой помещения. В здании установили современные пластиковые стеклопакеты вместо старых деревянных окон, которые начинали в прямом смысле слова вываливаться на улицу. Часть душевых кабин уже полностью обновлена. На очереди следующие. Коридоры облицованы новой кафельной плиткой. Меняется освещение. В планах реконструкция второй половины здания под полноценную баню с мужским и женским отделением. Причем все это не скажется на стоимости посещения, потому что комплекс на Бобково-5 имеет в первую очередь социальное значение. У нас в городе идет на десятки тысяч после бань. А душ – это не только отдых для тела, это еще санитарная необходимость. Мы с 2014 года не меняем тариф. У нас сейчас стоимость помывки в душевых кабинах 130 рублей. У нас было десятки поводов поднять эту расценку, но мы это не делаем, потому что у людей нет средств. Все работы по ремонту душевого отделения и реконструкции банного планируется завершить до конца следующего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова